26 мая ледяной корт хоккейного клуба «Энергия» при Нерингринской Гресс в посёлке Серебряный Бор в очередной раз принимал юных спортсменов. Хоккейные баталии на площадке энергетиков проводятся давно и регулярно, но последние соревнования принципиально отличались от предыдущих. Впервые была представлена такая география команд. Ангарск, Чита, Тында, Уссурийск, Серебряный Бор. Турнир впервые проводился на приз президента Якутии Вячеслава Штырова. И ещё впервые в Нерингре в хоккей играют в конце мая. Это стало возможным благодаря установке искусственного льда, второго в Якутии. Финансирование проводилось непосредственно Вячеславом Анатольевичем Штыровым, а все строительные, монтажные и наладочные работы осуществили специалисты «Энгресс». Хоккей в Серебряном Бору зародился ещё в 1977 году, имеет сильные традиции и громкие победы. Поэтому столь нужный подарок воспитанники клуба «Энергия» заслужили. К слову, из всех приехавших на турнир команд, ни одна не имеет искусственного льда. Подробнее о турнире. Была проделана большая подготовительная работа. Достаточно отметить, что непосредственно возле порта для проживания спортсменов была построена комфортабельная гостиница на 40 мест. Соревновались юные хоккеисты двух возрастных групп. 90-94 года рождения и 95-96 года рождения. Девчонок и мальчишек тренируют очень квалифицированные наставники. Мизинов Владимир, Вышеславцев Михаил, Осеев Константин и Литвинцев Александр. Их воспитанники не раз побеждали на республиканских, региональных, российских и международных соревнованиях. И на этот раз все первые места у «Энергии». Особенно отличились Гельмуддинов Миша, Казакова Женя, Раменский Дима, Рекиш Ваня, Жулидов Женя. В конце турнира награждение, вручение призов и подарков на пустынные речи. А сами хоккеисты клуба «Энергия» уже с 1 августа смогут возобновить ледовые тренировки. Возможно, к этому времени решится вопрос с приобретением специальной заливочной машины. И тогда качество льда, а значит и качество игры, безусловно, вырастет.